финальный подъем впереди я стал на колени а вокруг такая красота сказочные дневные места привет меня зовут алексей сегодня я с татьяной и мы приехали на курорт курорт мункус ардык конечно же мы как правильные жители курорта доехали сюда на квадроциклах до самого каньона могувека так как кульки у нас вот такие вот немаленькие конечно же мы решили жить с комфортом как положено а не выживать и так время 15.09 мы стоим сейчас выше стрелки получается стрелка вон там внизу сюда нас довезли на квадроцикл сейчас пока кошки не одеваем потому что впереди камни лет пять мы здесь не были все немного изменилось каких-то камней намыло сюда вот в русло могувека раньше столько камней здесь не было и был лед уже отсюда начинался лед и по гладкому льду такими шишками в кошках было интересно идти сейчас выше поднимемся возможно будет нам будем одевать кошки ладно вперед я думаю килограмм девяносто 20 банок тушенки чугунная печка дрова к ней естественно кислородные баллоны потому что это кислородное восхождение курортно кислородное восхождение первые шаги пока под речком главное чтобы больше попутчиков попадалось чтобы отдыхать побольше снегу навалило вон он катился по склону лавина опасно ботинки деревянные ступни начали болеть сразу льда пока особо не видно но вот услышно под снегом знаменитая скала на входе в каньон могувека снег катится со склона вот тут он может из камнями прикатиться это же каньон в каньонах всегда опасность есть камень получить зато какая красота солнца нет на жарко она катила тут пока нас не было натыкали кошками мы пока не одеваем открытого льда нет крутых склонов нет класс сзади внизу стрелка у той горы внизу течет черный иркут нас тут внизу белый иркут так наша цель на сегодня забраться по этому каньону и поставить палатку на плата над каньоном ох надувы-то какие красота какие катулины колеса по накатились сверху вот они отсюда кажется начали катиться всего-то снег важно тепло можно горных баранов увидеть если сильно повезет вот уже и лед 1 бугор о ванна где красота класс время одевать кошки вот 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 так еще маленько все можно затягивать да не выдвинула самые красивые места ледопада могу века и никого один человек спускается я уже коцую в кошках накрутил как-то там эти ремешки сейчас разбираться неохота палатку ставить сегодня еще не обедали уже скоро ужинать солнце вон за гору заходит пока ветра нет жарко ветер налетает прохладно становится все вперед шагов 20 сделал и пульс видел прекрасный далек народ постепенно спускается накупались в озере хорошенький набор высоты ничего не скажешь некоторые отчаянные домохозяйки идут без кошек но это опасно кости не лишние у меня точно такой вот лед классный но он не как стекло кошка в него хорошо зарубается просто как бы прилипает к нему поэтому спешить не надо а то можно запнуться и будет больно вот тут обычно тренируется лазят вера следа бурами во всей снаряде да вот эти вот бугры впечатляют конечно внизу то я подумал ну е-мое льда нет бывало такое что тут толком льда не было могу веки и мы тогда уходили по белому иркуту наверх все-таки это красивое место это достопримечательность района мунку сардык если здесь льда нет то можно уйти туда на ту сторону на белый иркут там же есть обзорка эскадрилья конституция кто на что гораст но в этом году там конечно лавина опасно мунку сардык в этом плане более доступный ступени не надо спешить и посмотрел на красоту вокруг жарко чем выше поднимаемся тем больше ветер задувает красота сзади уже почти ничего не видно такая желтая скала это явно не отсюда серая такая сверху прикатилась последний яростный подъем на фоне вот таких голубых лубов красота если было солнце мы бы сдохли однозначно вот она стена что шли маленький мне сдох маленьким таким хорошеньким легкоходом легкоходом говорят это холодильник называется не знаю по моему стиральная машина да это печка погреватель нагревать какая-то травка появляется всем почти выбрались из каньона я уже успел немного пораниться ногтем царапнул себя хорошенько здесь все сохнет моментально сухой воздух из-за этого здесь тепло а вот это это карагана гривастая карагана кто-то там не писал крик в комментариях что это акация вот она гривастая какая-то колючка это сагандаля это кровь на руке чья то наверное ладно мы уже вылезли из каньона народ веселый идет сверху говорят там хорошо дует все купаются в озере как положено но мы сейчас за поворот зайдем тут и наверху поставим палатку уже осталось недалеко вот надо было тут кошки снять ладно все окей вперед на самом деле мугувек это ручей вот где то здесь он течет из болот из верхних может быть нам повезет и мы здесь где то найдем воду может нам не повезет вот такие заросли карагана гривастой в нее лучше не залазить все таки она колючая обычно в этом месте снега нет и начинается грязь в этом году вот такая погода хорошая сухая уже траншея снежная обалдеть вон наверху виден флаг там площадки присел малютка легкоход как будто для прыжка сейчас нам надо повернуть направо подняться на эту горку можно сказать что это марина а можно сказать что это курумник ну больше похоже на марину но скорее всего ни то ни другое где то здесь должна быть вода открытая наверное там дальше какой то шум это ветра наверно шума ого нормально там дует так вон выполаживание там и пойдем но так смотрим внимательно тропа наверняка есть просто ее не видно хорошее вариант только там карниз наверху здесь не следы снежного барса вон видишь под карнизом значит нам туда он там живет все вверх да ой я уже прислала ну давай иди тропа левее вроде непонятно где тропа короче да левее дерево проходи сейчас палатку закопаем в этот снег ну пойдем просто провалимся в снег и все нормально будет а там разберемся уже еще маленько и гора давай давай подтягивайся на палках ты сможешь так вот они следы снежного барса а может барсенка я думаю там глубже колено будет вот в этом карнизе наверное влево надо идти вон там камушки лежат когда-то мы здесь стояли на этой полянке дойти бы до нее у меня-то даже гамаши нет вот тут тропа как будто все-таки есть где-то надо проторопить хорошо все равно потом здесь ходить нам же а вон там далеко палатки стоят вон там видно их или нет желтая большая опа отвалилась я думала земля близко лето близко не знаете земля слепок здесь снег можно брать руками потому что здесь быстро сохнет высота 2100 сейчас мы палатку поставим и будем снеговиков лепить вокруг сейчас тут будем ставить палатку туда идти дальше мне кажется смысла нет тропы нет там там курумник 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 проваливаться место там конечно хорошее заветрия но так как у нас палатка абсолютно зимняя и нам плевать и чихать на все то мы встанем здесь вытаптываем место под палатку так он до того камня будем топтать сейчас тут снега насыпем притопчем палки эти нам может пригодятся натягивать палатку внизу совсем какой-то мокрый снег сверху вот этот свежий сухой хотели там яме встать но если начнет все таять там будет лужа озеро мы уже проходили это снег сыпет палатку куда-то полетел какие-то вот дуги такие мощные сейчас мы их ставим итак время 17.28 а стартовали мы от автобуса 13.09 вроде бы было вот наш купол стоит зимний купол ради него такая легкоходная снаряга была рюкзак огромный все такое зато мы здесь уже ничего не боимся все растянули как надо вертыши такие резьбовые взяли никакие колышки естественно тут не подходят никакие не снеговые никакие здесь нужен типа шуруп такой и с колечком сверху собирал камушку но такой вот ветер давит палатку все нормально почти все растяжки одну вот растяжку можно еще вот за дальнее дерево привязать и тогда будет вообще жестко так вот тут что-то все уже поразлеталось у нас тут вот ветка должна лежать на юбке там тоже вертыши все нормально вон там ямки тоже вертыши вертыши вкручиваются в землю земля она мерзлая все нормально вокруг горы вот туда на перевал мугу век вот в ту сторону на монку сардык тут у нас курумник ну это какая-то марена по всей видимости непонятная наваленная валами маренные валы и там где-то внизу стрелка снег сыпет хорошо погода отличная тепло кругом порядок красота вот так вот дурочка образуется курортная женщина почти курортная ну и вот так это так да пускай вентиляция будет ну нет на ночь ты можешь где-то на тяну пустим сейчас попробую расслабить все класс палец запинтован у нас наконец-то обед перед ужином тут все как положено чьи-то носки кто-то проходил так хлеб мы сейчас будем нести тогда? да яйца у нас огурцы все в порядке приятного нам аппетита вот такие дела опять 1-1 я все-таки победил спорные все в порядке в порядке в порядке присел малютка легкоход как будто для прыжка Ну и естественно кислородные баллоны Потому что это кислородное восхождение Курортно-кислородное восхождение Продолжение следует...